Вот уже месяц жители домов в Новодрожжино просыпаются от шума строительной техники, но народ безмолвствует. Здесь будет город-сад. Мамонг с колясками пока приходится идти в обход, но скоро перестанут стучать лопаты и молотки, экскаваторы и тракторы отправятся на другие объекты. А у тех, кто живет в поселке, начнется другая жизнь. Без ухабов и трещин на асфальте, и без зарослей бурьяна на его обочине. И это только видимая часть будуустройства. В поселке Новодрожжино проводится не только работа по комплексному благоустройству, но и до этого весь летний период происходила замена инженерных сетей, инженерных коммуникаций, для того, чтобы, понятно, не проводить потом работы по вскрытию того же самого асфальта. Этот ремонт еще один случай, когда представители администрации решали ключевые вопросы вместе с местными жителями. Проводились постоянные встречи с инициативной группой и даже несколько раз переделывались сметы, для того, чтобы максимально учесть пожелания горожан. Теперь здесь аккуратные тротуары, по которым приятно и комфортно ходить. Парковочные места для автомобилей глаз радуются. Раньше это даже заходить не хотелось. Очень было плохо и никакой организации. Хотелось бы, чтобы вообще наш поселок блистал. Потому что все, никак мы не могли этого добиться, а сейчас, вот видите, как все. Действительно, есть на что посмотреть. Произведено и озеленение района. Посажены деревья и кустарники, засеяны газоны. Результат этой работы жители смогут оценить, наверное, только в следующем году. Параллельно с дорожными работами возводятся детские площадки. Надо отметить, что в этом году Ленинский район стал на порядок привлекательнее для маленьких жителей. Теперь градки для активных игр на свежем воздухе появились и в Новодорожину. Вообще у нас здесь для детей вообще ничего не было. Мы ходили гулять в мордом. А сейчас у нас вообще будет все красиво, все хорошо. В первом доме у нас уже все сделали. Детки гуляют со всего поселка. Решена еще одна проблема. Вот этот неприметный въезд во двор открывает транзитное движение к районам Бутова-2 и Бутова-2Б. В час пик внутриквартальные проезды превращаются в выживленную трассу, что доставляет горожанам немало хлопот, да и попросту опасно. Главное требование, которое выдвинули жители поселка – изменение схемы организации движения, исключающие транзит транспорта из Бутова-парк в Бутова-парк-2Б. Решили и этот вопрос. Схема организации дорожного движения будет устроена таким образом, что по сути только в поселок будут въезжать жители поселка. И естественно у них также будет выезд на Варшавское шоссе. Сейчас уже приступили к закупке дорожных знаков. И соответственно они до конца октября должны провести работу по установке дорожных знаков и нанесению разметки. Изменение порядка движения вступит в силу в течение месяца. Но почувствовать разницу с тем, что вново дрожжено было раньше, жители могут уже сейчас. Максим Козлов, Евгений Петров, Елена Кошарева, Видное ТВ.